всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей нашла у себя в закормах две вот такие вот красотки вот это кстати очень красиво цвела орхидей к но так как она у меня вообще стояла прям знаете в таком тени тени ну вот как то полу да кто смотрит мои видео постоянно те знают что если я начну снимать видео значит сейчас придет в кадр и мартюша в виде чмяканье чвяканье и хрустение своих хрустиков ну простите ничем не могу помочь это нормальное явление мартюша этому лаборатор и кто не в курсе про него и хочет знать побольше добавляйтесь на 2 мой канал который называется моя жизнь ссылка есть под каждым моим видео кому меня плохо слышно одевайте наушники и слушайте в наушниках вот могу сказать только так потому что знаю что сейчас такие комментарии будут мои хорошие вот такая вот красавица уже тут даже не помню в чем она сидит представляете она сюда посажена мульон лет назад она то выживала то заболевала то опять выживала и вот как-то так она свою жизнь продолжала но в итоге она процвела очень красиво вот только отрезала у нее цветоносик и листики вот эти вот какие-то поуже пошире но это все из-за неправильного освещения но он я уже сказала что она стояла у меня прям в тени в тени ой там даже вижу циафлора есть но сейчас мы с вами посмотрим в циафлору я уже не сажаю наверное года три представляете сколько она здесь сидит но она была естественно раз там циафлора без единого корешочка когда-то а сейчас видите они даже по убегали вот отсюда и вторая красавица у нас с бирочкой эта красавица была высажена мною из фласки 7 0 6 19 я разбила фласку ну точнее вынула все все эти растюшки из фласки и одна растюшка это была у меня на складе я вам показывал ее много раз что у нее на листиках вот такие пятна видите и после обрабатывания приве куром последующие листы выходили но нормальные без всяких пятен а потом эти пятнышки опять появлялись я не знаю что это за пятна и причем только у этой орхидей ки но она в принципе неплохую корневую здесь нарастила такие они мокрые я их утром специально залила хорошо водой чтобы они отмякли и было легче их освобождать из этого субстрата так фокус ищем так выключила вспышку не знаю может так получше будет видно на белом вообще не фокусируется никак не получается поймать название данной красавицы ну вот так она называется думаю что вам было видно и вы смогли прочитать вот так что это красавица тоже у нас сегодня на пересадку корешки у нее здесь виднеются слава богу сверху тоже они есть и причем даже растущие ну давайте эту красавицу оставим на потом а сейчас займемся самым сложным это вот этой красоткой вот эти корни я сохранять не буду и я их сейчас срежу потому что вынуть их отсюда без проблем все равно не получится без травм поэтому их проще вот таким образом отсюда высвободить дальше этот корешок мы тоже не будем оставлять из-за него сильно волноваться потому что в горшке я вижу при достаточно корней можете закидывать меня тапками но сохранять эти корни я не буду потому что нормально они не извлекутся все равно отсюда и все равно будут травмы и если орхидея просидела долгое время в одной посадке в одном субстрате полная замена субстрата это однозначная потеря корней а именно замену субстрата я и хотела делать данная орхидея давайте сейчас мы ее с вами освободим отсюда для начала посмотрим что там интересного внутри сверху прикрыта видите мхом циафлору я прикрывала мхом всегда для того чтобы она не просыхала потому что циафлора очень быстро сохнет уже может она так пойдет в принципе она хорошо напоена и думаю что отойти пойти она просто должна если только какой-нибудь все пошла выходит точно циафлоре и циафлора за столько лет даже не испортилась раньше бы того бытовали такие мнения что циафлора с годами превращается в песок но как вы видите камушек камушку никакого песка нету даже тут еще у нас как она господи девчат скажите я скажу забыла даже как называются я в таких уже не пользуюсь керамзит не пользуюсь керамзитом тоже очень и очень давно игру эта посадка была вот больше трех лет назад это точно потому что три года я не пользуюсь уже циафлорой точно не пользуюсь не из-за того что она мне не нравится или еще чего-то из-за того что подобрала для себя более лучшие посадки меня много орхидей растет и без субстрата я вам показывала и по всякому и сам хом и прям целиком во мхе поэтому у меня нужды во влагоемком субстрате просто нет а циафлора как раз таки влагоемкий субстрат вон там чешуек сколько мама дорогая посмотрите сколько чешуек офигеть вот это да 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 но видите есть корни которые вот наверху и они отсохли по какой-то причине высохли возможно было сухо сверху причин может быть много ну вот здесь вот в принципе плохой корешок ведь он чуть-чуть что-то есть такой клюкнутый а так я бы сказала неплохие корешочки опять же сколько она сидела в этой посадке за столько лет уже какие-то корни должны начать просто отмирать от времени его много раз говорила что орхидеи корни долго не живут одни нарастают другие уходят у меня котел включается так шумно так вот это сейчас тоже удалим сразу анализируем что нам тут надо что не надо так вот этот отрежем не до конца вот этот сухой корешок отрежем тоже не до конца где-то можно просто вот так взять и снять либо отрезать и срезаем вот здесь у шеи вот эти сухие корешочки дальше смотрим вот сухой отрезаем так вот сухой что тут у нас еще но и два очень сухих цветоноса так этот так покороче отрезаю здесь уже они высохли цветоноса поэтому можно отрезать их покороче они подсохли никакой инфекции они за собой уже не потащил шею орхидеи потому что они уже сухие все каналы скажем так закрыты но вот эти корни могу вам сразу сказать они испортятся после циафлоры в любом субстрате так берем пинцет и зачищаем все опа все чешуйки для начала чтобы понять что тут у нас дальше на вот сухие чешуйки всегда проблемно снимать между прочим очень даже вот этот корень уже хочу удалить отсюда чешуйки надо снимать друг за дружкой как шли листики так и чешуйки снимать тогда будет это легче сделать чтобы их так снимать надо понять сначала откуда какая где куда идет чешуйка мартюша ты чё там ищешь все не видать что-то попадала от посадки и марте уж все тут исследует что это такое под ногами у меня лазит вот не всегда легко убираются эти все чешуйки практически всегда тяжело в принципе когда сухие поэтому всегда говорю старайтесь их убирать пока они еще зеленоватые чуть-чуть но это вообще старые посадки у меня а Продолжение следует... Чуть-чуть здесь чикну шейку чистая, все хорошо. Значит, ничем обрабатывать не будем. Единственное, я удалю вот эти корни. Давайте я их сейчас под краном вымою сначала. Уж вам показывать не буду, как я мою. Просто под напором воды сейчас сполостной ход циафлора отсеет этой вот какой-то пыли в горшке налета. И все вам покажу дальше. Возможно, ничего и удалять не придется. Они смоются, и вот чистенькие. Так, мои хорошие, я ее... Так, вот этот корень прям... от шеи, от самой портится. Удалим его. Не будем развивать никакую заразу. Нам это не надо. У нее достаточно корней. Что там случилось? Почему она его так зачернила? Может... Когда нет корней совсем, вот, да. Надо каждый корешок прям беречь-беречь. А здесь у орхидеи предостаточно корней. И поэтому оставляем все самое лучшее. Прошу за мной, опять же, никогда не повторять все действия. Я это делаю, потому что я знаю, что орхидея выкарабкается, и все будет хорошо. И что она сейчас нарастит новые корни. Потому что все у нее будет просто замечательно. Вы, если не уверены в своих действиях, так никогда не делайте. Ну, хотя я много раз говорила, что уход за орхидеями очень даже легкий. И не попробовав то или иное, у вас никогда ничего не получится. Поэтому надо смело пробовать, смело все делать, и ничего не бояться. Так, ну что, мои хорошие, все мы тут ей очистили, ненужное все убрали, на мой взгляд. Корней у нее предостаточно, поэтому пускай маленечко полежит, а мы с вами займемся другой орхидеей, вот этой, которая у нас сидит полностью во мхе. Здесь тоже все хорошо уже размочено, намочено. Видали, как бежит вода? Бежит вода. Но я специально хорошо тут все заливала, чтобы она хорошенечко пропиталась. И хочу вам напомнить, что это была растюшка. вынута когда-то из фласки, с малюсенькими-малюсенькими корешочками, с малюсенькими листочками. Поэтому сейчас мы... Ой, а как мог? Что значит мой мох лесной, как он пахнет до сих пор хорошо лесом, представляете, с какого? С девятнадцатого года, два года растюшка здесь жила. Вот, смотрите, фласочные корни, они все, они себя изжили. Вот эти корешочки были вынуты из фласки когда-то. Все. Зачищаем. А вот это вот еще фласочный листик. Вот так его убираем. И вот этот можно убрать. Это тоже фласочный еще листочек. Тяжи хорошие, поэтому мне вот прям не очень хочется их удалять. Вот эти сейчас, которые высоко здесь сидят, я их вот так осторожно отрежу. Корешочки эти сухие. Вот так. здесь видите виламин испортился половина а половина хороший что тоже оставим он же как-то питал орхидейку все это время еще по питает до этих когда листья корней не сломав эти здесь чуть-чуть пинцетиком почистим опа сам отломился тяжик значит не нужен здесь шейка еще ведь какая тонюсенькая вот она из фласки несмотря на то что орхидейка вынутой сваски два года назад а шейка еще тонюсенькая так что мы все сейчас мы искупаемся тоже прям под напором воды девчат знаете я уж иной раз думаю может это пигментация листа такая вот именно у этой орхидеи смотрите с этой стороны они вот именно как будто бы фиолетовые эти пятнышки интересно я за ней наблюдаю два года и хуже не становится в принципе она растет и растет все ее устраивает интересная орхидейка однако же смотрите видите они не черные они фиолетовые вот как будто бы знаете такая пигментация листиков интересно ладно будем наблюдать дальше за этой красоткой так во что же мы ее с вами посадим я думаю что вот в такой стаканчик мы ее с вами и посадим конечно я ее хотела бы посадить полностью закрытую систему давайте наверно возьмем ведерко и посадим ее легенько легенько ведерко я знаю сейчас вы напишите что это большой для нее горшок ничего небольшой берем мой жирнючий мох укладываем так сейчас мои хорошие это у меня тут сухой мох уже это можно убрать нам она не надо что не надо убираем берем нашу красавицу вот так сажаем ее видите под попку сухой мох делаю какие корешочки могут обнять этот мох они обнимают ставим сюда так как орхидей к у нас растет на одну сторону можем вот так сделать поближе к этой стеночки когда надо покороче мох он почему-то попадается по длине и вот так легенько прям бы легенько его сюда утрамбовываем плотно нам здесь он не нужен нам нужно очень легкая и воздушная посадка просто прикрыть корешочки которые были так он очень рыхло здесь очень воздушно вот эти корешочки еще можем прижать чтобы она у нас с не выпрыгивала из посадки мартюш храфит если вам слышно так все очень даже получилось неплохо все все корешочки прикрыты ну естественно полив будет по краешку горшочка понемножечку так эту бирочку мы с вами ставим обратно число пересадки я могу посмотреть на видео или позже напишу и эту бирочку ставим сюда все это пересадку у нас с вами в принципе закончена сверху можно положить кусочки коры или камушки чтобы прикрыть мог но я пока не буду этого делать пускай она вот так вот в легенькой посадочке пока посидит чтоб корешочки адаптировались и тронулись в рост а за листиками будем наблюдать с вами дальше кто давно смотрит мой канал те наверное и увидели у меня и на складе и когда она из фласки вылезла точнее когда у нее появились эти пятна и сваски она вылезла с хорошими листочками а вот потом они стали вот такие у нее но будем наблюдать дальше давайте займемся следующий орхидей так ну что мои хорошие берем вот эту вот красоту ли будущее берем вот такой стеклянный вазончик сажаем сюда нашу красотульку ну и как вы наверное уже догадались жить она будет в без субстратном содержании и так как она у нас вышла прям из влажного в принципе субстрата поэтому мы ей на дно чуть-чуть добавим мха на дно промежка решетка таким образом она постепенно у нас с вами будет привыкать жить без субстрата мох внизу будет влажный водичку для полива буду туда по чуть-чуть подливать и она будет привыкать что внизу есть всегда влага и корешочками будет тянуться туда вниз а этот мог потом постепенно все равно отсюда выйдет когда я замачиваю орхидей полностью вот такие без субстрата я их один раз в месяц замачиваю полностью заливаю водой и этот мог постепенно постепенно отсюда выбегает вместе с водой поэтому и эту орхидейку сейчас нельзя сажать на постоянное на постоянный какой-то постоянный какой-то субстрат потому что она обязательно сейчас корни начнет портить в новом субстрате потому что она очень долгое время просидела в этом грунте овца флоре я имею ввиду поэтому многие у меня задают такие вопросы пишут либо почему орхидейка после пересадки начала погибать почему она испортила все корни а потому что в орхидеи заменили полностью субстрат если вы пересаживаете взрослую орхидею но в моем случае ей надо было делать замену субстрата полностью так как она была три года в одной посадке и там была циафлора стараться это делать вообще надо весной когда растюшки ощущают тепло с улицы и тогда будет гораздо все лучше все мои хорошие что я хотела сделать для своих вот этих двух красоток я сделала сегодня вам желаю тоже хороших пересадок здоровых растений и чтобы у вас всегда все с ними получалось в такой посадке в бессубстратный вот именно в такой горлышко уже видите горлышко уже даже больные орхидейки выздоравливают потому что шейка полностью открыта и дышит все мои хорошие об этом есть очень много видео у меня на канале поэтому кому это все интересно те ли ставит мои видео находят нужную для себя информацию и у них все получается все мои хорошие всем пока пока не забывайте поставить лайк подписаться поделиться как много я от вас попросила ну хоть чего-нибудь сделайте все мои хорошие всем пока пока и до новых встреч